Всем огромнейший привет! С вами Акулич, всем известный. Сегодня у нас Сильвер Кап на повестке дня. Первый раунд играет Айрон ПГ Айрон против ПГ Хьюман Рейса. Так вот, этот Хьюман Рейс это новичок, довольно перспективный, темная лошадка. Сейчас посмотрим, что он вообще умеет за Хумана. Так вот, что можно тут сказать? Я сделаю ставку, наверное, на Айрона 3 барреля поставлю. А там посмотрим. Ну что, поехали. Карта Эхайл с пользой Хумана больше, чем Орка. На этой карте можно много дел наворотить, на самом деле. Потому что даже есть чизовая застройка через Фаерлорда. Против Орка очень хорошо работает. Сразу с мусорами заказываешь алтарь. Билд сначала обычный, потом с мусорами бежишь и застраиваешь Орка. И очень мало кто из Орков может от этого отбиться. Вот, то есть, на самом деле, там очень сильно нужно потеть. Вот, что хочется сказать. Ну, ребята пока, в принципе, играют стандартно. Ну, я не вижу никаких психологических, психиатрических и прочих отклонений от игры. Нормального среднестатистического Варкрафтера из второго состава. А, ну вот, разве что у Айрона начались какие-то белочки. Он зачем-то рубит дерево, хотя должен ставить уже барак. Вот, ну ладно, это мелочи жизни. Допустим, он хочет пойти в Виверну. Я могу это только так оправдать. Ага, лавка, хорошо. Ну, допустим. Хуман строится, в принципе, стандартно. Мне не очень нравится его застройка. Ну, в целом, в целом пойдет. Пойдет. Да. Есть, конечно, дырища, но ладно, не страшно. Так. Здесь заказывается Блэдмастер, поздний барак. Вот. Ну, понятно. Айрон решил похарасить. Это интересно, конечно. Возможно, Даку будет подсказывать, что ему делать, потому что в гостях у Айрона сидит Дакулеш. Вот. Значит, что можно сказать? Ну, Скаут идет со стороны товарища Хуманоида. Вот. Здесь ничего интересного. Ну, нормальная вышка. Нормальная вышка. Вполне. Так вот. Ничего необычного. Даже комментировать что-то такого не хочется, разве что я не понимаю, где второй баррел. Ну, здесь опять же могу оправдать его только тем, что он... А, ну он завтыкал. Окей, допустим. Ага. Такая разведывательная вышка. Прикольно, прикольно. Креативненько. Выходит Архимаг без мусоров. Немножко тормозит товарищ Хуман здесь. Полностью закрыл вроде как свою застройку. Ну, это с одной стороны правильно, с другой не особо. Посмотрим. Начинает крипить зеленую точку. Боймастер выходит, закупается. Ну, ошибка. Надо было взять спиды еще. В данной ситуации на вышку он не отвлекается здесь вроде бы как. Вот. Не знаю, наверное, бы лучше с таким же успехом закрипил синего бамбера. Но он проверяет стандартную Хуманскую точку. Не видит там никого. Сейчас доделается магическая вышка. И, в принципе, ну, тут я даже не знаю. Вот он делает трерс виндваг. Палит архимага. Я думаю, попробую сейчас добить водичку. Добивает воду. Нормально. Тыкает в коня. Все правильно, в принципе. Сейчас надо выпить ману и пройти виндваг. Раз ты купил столько маны, товарищ Айрон. Так, Т2 нажал довольно поздно. Очень поздно нажал Т2. Вот. Выпил ману. Ну, хилку рано. Ну, ладно. Допустим, он и это сделал. Это не страшно. Хорошо. Хуман крипит зеленую точку здесь. Еще одну Айрон. Это прочитал. Молодец. Сейчас будет пробовать добивать агра. Вообще, есть у меня такое мнение, что за него дак играет. Да нет, вряд ли, конечно. Это было бы нечестно. Так, воду, воду, воду добей. Добивает воду. Молодец. Можно еще раз виндваг прожать. Добить троля. Попробовать. В данной ситуации. Ну, лучше бить архимага сейчас. Пока что. Но сейчас можно добить, попробовать троля. Ну, да, он не решается все-таки это сделать. Ну, немножко затупил. Не страшно, в принципе. Так, главное, грантов подстраивать. Грантов вроде делает. В принципе. Так, Хуман добивает троля. Ну, немножко не сориентировался. Здесь товарищ Айрон. Можно футмена убить. Ну, он здесь бегает, что-то думает. Ну, вот он увидел, что магическая вышка, что-то не хочет рисковать. А, вот тыкнул в коня разочек. И видит, что маны, в принципе, нету. А, что-то, ну, я не очень понимаю. То есть, сорвает ментов. Хуман мискликает, наверное, волнуется. Здесь можно убить архимага, в принципе, попробовать на отходе. Разводит его на ТП. Довольно неплохо. Интересно, как ТП прожал Хуман. Я думаю, внутри базы, скорее всего, да. И сейчас у него, ну, как бы, появляются первые проблемы в том плане, что сейчас надо ферму ломать, а он строит еще одну. Значит, ломать ему придется где-нибудь здесь, наверное, допустим. И это не очень хорошо. Айрон бежит за сапогами. Ну, нормальное такое, приятное начало для орка. Я бы сказал, близко к идеальному. Если бы он еще второй уровень получил, было бы вообще кошерно. Значит, гранты бегут. Да, здесь, конечно, с фермы он надолго застрял. Перемудрил товарищ Хуман. Айрон, скорее всего, будет, наверное, крипить синего бамбара, судя по всему. Гранты отменяют вышку, которую Айрон спалил. Молодец. Да, он, скорее всего, а нет, но он решил, короче, Хумана поискать. Он думает, что он крипит здесь с мусорами. Ну, что ж. А Хуман до сих пор на базе. Провалился, так сказать, под пуш Хумана на Т2 с бестмастером, потому что здесь, ну, без панта вообще. А, вот он вырубает деревья. Айрон видит, что здесь магическая вышка. Молодец, не подставляется, в принципе. Ну, что, надо крипиться, на самом деле, начинать уже, потому что, как бы здесь, ну, лесопилка достраивается. Хорошо. Надо заказывать героя, на самом деле. Я не знаю, почему он не заказывает героя в такой ситуации. Вот. Так, здесь у нас хорошо все, запись идет. Ой, теряет гранта. Ай-яй-яй. Ну, это не до контроля, уже свиток зверя. Ну, можно, можно в такой ситуации оставить. В принципе, Хуман, судя по всему, будет ставить нычку. А, нет, судя по передвижениям, все-таки на мусоров пошел. Ой, на лагерь наемников с мусорами. Ну, зря мусоров взял, на самом деле, они здесь не нужны, потому что, с шестью футменами эта точка разбирается изи. Водяного вызвал неправильно. То есть, нет, то, что он вызвал, это нормально, но, когда вызываешь водяного, не нужно его посылать сразу через атаку, иначе, вот этот грозный шоколад на М задиспелит водичку. Так, здесь делается шедо-хантер, зверинец, обитель духов. Вот, ну, нормально, в целом, в целом, не так плохо, как я ожидал от товарища Айрона. Вот, мне его хотелось все поругать специально, чтобы он тащил, а он, в принципе, и без руганий вроде тащит. Но синего бамбра можно было уже забрать давным-давно. Товарищ Айрон, решайся уже. Не, он что-то не решается. Ну, хорошо, прожимает виндваг здесь, видит битых футманов, здесь МК уже, ну, убей ты футмена, господи, Айрон, ну, ты что? Ну, отлично. Так, здесь, конечно, рискованно выходить с виндвага, потому что можно получить болт, можно получить окружение, надо дожидаться, как будет криптить товарищ Хуманоид, здесь бежит ИСХ с Горнтами, вот, БМ, в принципе, ну, есть смысл инвул перекупить, потому что наступил рассвет, ну, ладно, здесь как бы, но все равно рисковать сейчас не стоит, но сейчас уже можно, потому что есть мана на виндваг, сейчас она накопится, в принципе, сейчас будет крипджек уже более серьезной армии, сейчас БМ вроде разводит, сейчас МК на болт, на МК болт, ну, вроде хочет кинуть, это видно, я думаю, Айрон будет забирать магазин здесь, в такой ситуации, заказывается сетка, райдер первый, грейт на спирит валкера, ну, давай, Хекси, агра, а, ну, вот он отходит, чтобы Хуман его не крипджекнул, ну, достаточно грамотный ход, то есть, если он его крипджекнет, то орк чуть что может съебнуть, так, выкупает инву, можно, в принципе, было и свиток взять, ничего в этом плохого не вижу, БМ получает третий уровень здесь, чуть-чуть не хватило до тресел, ну, сейчас получится, зелье омоложения, грантов надо отводить, потому что, ну, ну, что ты делаешь, Айрон, отведи гранта, вот, отлично, теперь надо замазывать грантов, БМом пасти Хумана, а ИС Хой крепить зеленую точку, и все будет у него хорошо, так, он сейчас, наверное, купит свиток здесь, не, он что-то тут продал, а, он зелье омоложение продал, но это зря, это зря на самом деле, вот, он купил свиток, хорошо, райдер стоит, точка сбора, это не очень хорошо, надо, это, надо этим работать, так, Хуман получил третий уровень, играет, не очень я понял, в какую стратегию здесь, ну, вообще, похоже, на Кнайтов с Эндерфайером, но я не уверен, что это именно та стратегия, потому что нету лесопилки, вот, поэтому, без лесопилки здесь делать нехрен, вообще, Блэдмастер сейчас пойдет палить, все правильно, угу, вот он, запалил его под винваком, Хуман, наверное, его тоже увидел, потому что он как-то резко очень заерзал, вот, и здесь надо отступать, да-да-да-да-да, отступай, 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 ну, что ты делаешь, вот, правильно, молодец, так, Грант замазывается, вроде, все хорошо здесь, так, Хуман тут сам крипит, выпадает, ну, книга знаний, не самый плохой, и там, в принципе, ну, точнее, книжка, по лимитам, примерно равны они, у Хуман, ну, Хуман, выровнял лимит за счет покупки четырех наемников, которые, в принципе, в лейте будут бесполезны, сейчас надо, Айрону как можно быстрее прокачать, Скур, грейт на Грантов есть, на 800 жизни, это хорошо, это радует, ну, потрать ты Хекс, господи, да много быстрее закрепишь, так, здесь, орк палит, 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 сейчас, инвул будет выкупать, ой, смотри, как просветил, хорошо, молодец, Хуман, ай-яй-яй-яй, Айрон убегай, Айрон убежал, здесь перекупил свиток, в это время, Грант сейчас умрет, скорее всего, у товарища Айрона, ну-ну-ну-ну, за контроль, за контроль, молодец, надо отходить, надо отходить, Айрон не спи, Айрон не спи, твою мать, отходи, отходит, ну давай, отходи, сейчас же болт получишь, господи ты боже, ну отходи же ты, не реагирует, к сожалению, товарищ Айрон, сейчас получит болт, да-да-да-да, а вторым спиритвулкером надо отходить здесь, наверное, немножко затупил, ладно, это не так страшно, этот отходит, Хуман как бы, не в курсе, что можно, атаковать магическими, выходит палыч, третьим героем, это очень интересно, я не вижу кнайдов, ну в общем, не очень понятный выход, в Т3, с точки зрения макро, это никаких преимуществ, торку не дает, Айрон срывает рабочих, чтобы забубенить, патию себе, мне нравится этот шаг, ну довольно рано, я бы сказал, потому что особо армей, то такой нету, как таковой, еще бы кодольчик, и ему вообще было бы хорошо, сожрать, аграя, отойти, с пачками у Айрона проблемы, один спиритвулкер стоит, курит, надо его отводить стараться, но сейчас болт, скорее всего, получит, да, не среагировал товарищ Орт, но Айрон молодец, спрятал, сейчас будет замес, фокус по гранту, это скорее всего, минус грунт, здесь будет хекситься товарищ МК, надо диспейлить замедление, замедление не диспейлиться, к сожалению, минус футман, минус райдер, сейчас будет, нет, все-таки успел он его спасти, тык в Архимага, надо хексить, да, хекс по Архимагу проходит, маны нету, маны нету, Архимаг прожмет сейчас ТП, да, ну, в принципе, тут, по микро, Хуман, оказался, несколько впереди, потому что, у него на 8 лимита было больше, с одной стороны, с другой стороны, у Айрона был не совсем качественный лимит, вот, у Хумана что, у Хумана тут, ну, в общем-то, особо никто не умер, кроме футманов, вот, Архимаг чуть не умер, все равно, я не очень понимаю, зачем здесь был сделан Т3, просто даже, ну, как бы, на кого делать граиды, на 40, допустим, он не делает, на, вообще не делает, то есть, для чего Т3, я так и не понял, не совсем, грамотное, вложение ресурсов, так, мне никто там не пишет, а то мало ли, ладно, лавели ответим потом, здесь чего, ну, криппинг, не самой, главной точки, то есть, в принципе, пойдет, чем быстрее СК получит третий уровень, но, меня с блокородства, я бы все-таки забрал бы, потому что, лишняя хилка, как говорится, ну, блайтмастеру тоже нормально зайдет, а вот Хуман действует более грамотно, укрепит более влажную точку, для себя, Айрон стоит на базе, в это время, это ошибка, вступили в бой, Хуман делает рифлов, не очень понимает, против кого рифлы здесь, в данной ситуации, они единственное, что по вулкерам стреляют нормально, но, ну, просто, это не основная цель, вообще-то, Хумана, в армии орка, главное, будет, да, убить, ну, то есть, грантов, райдеров, основных таких, пацанов, а потом уже, с героями разобраться, а вулкеры, они что, они просто кастуют, они серьезного дамага никакого не наносят, итак, сейчас орк пойдет на магазин, закупится свитками, инволами, Хуман бежит сразу на следующую точку, МК очень подфартило, два бутылька, ой, два амулета энергии, это довольно интересно, Хуман строит экспант через одного рабочего, сейчас будет встреча на Эльбе, надо кидать сетку сразу, не очень хорошая позиция для орка, надо чуть-чуть перегруппироваться, чуть-чуть буквально перегруппироваться, СХ прожимает, инвол, Хуман грамотно реагирует, надо, ай-яй-яй, баш, ну там не баш, там стан еще, зарешал очень сильно, надо драться, пытаться, Байрона больше здесь, стараться, БМ, вырезать Архимага, здесь пробовать, да-да-да, можно сейчас воспользоваться этим моментом, хороший болт, спасает Архимага, товарищ Хуман, ну, Айрон немножко страдает, микро здесь, но в целом, в этот раз победил Айрон эту битву, потому что у Хумана был абсолютно некачественный, лимит против ворковской армии, здесь еще рабочие очень сильно помогли, в таверне будет воскрешаться Шидоу Хантер, ну, в принципе, пойдет с одной стороны, но с другой, я не знаю, ему сейчас надо проверить экспанд, он, в принципе, я так понял, этим и занимается, вот, у МК есть мана, до хрена, маны просто, Архимаг опять застрял, ему нужно срочно купить телепорт, вот, ну, в принципе, тут, ему он сейчас не нужен, потому что не достроилось, надо ловить рабочих в сетку, рабочих отпускать нельзя, все правильно, Айрон вышел из лимита, строит армию, молодец, ну, Кадоя не хватает, на самом деле, Кадоя бы здесь хорошо бы, дамага бы добавил, очень бы хорошо добавил, сейчас вот ИСХОЙ надо себя подлечить, и пацанов вот этих, я считаю, так, надо, короче, виндок сейчас, да, все правильно, и фокус, ну, в общем, по Архимагу, например, мне пауча трогать не надо здесь, в общем, просто главное, отфокусить, уязвимые войска, троллей можно побить, как вариант, здесь вот, да, 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 но только отбегать не нужно, как бы, вот, и, и БМом, БМом так сильно не увлекаться, да, и армией драться, ну, видно, Айрон немножко запутался в своих пачках, он не отлечивает свои войска, здесь вот он, отлечил, наконец-то, рабочий подходит, без эмпатии уже, да, надо, короче, обязательно кодое подстраивать, вот, подбегает еще один вукер, хуман, одна вышка тут, ну, в общем-то, рабочих-то и нету, войска вступили в бой, по сути, сейчас будет, я думаю, драка очень похожая на финальную, Айрон покупает поносного голема, чтобы он замедлял, у нас прикольно, конечно, у нас, огормучитель здесь, болт влетает, блейдмастер, хуман пытается всей армии отфокусить, покупается к найт, БМ хорошо прожимает на вулочку, надо чуть-чуть отступить, чуть-чуть буквально отвести вулкера, а, СХ, СХ должен поражать свиток, 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 ага, свиток есть, он меня как будто бы слышит, вот, нормально, хороший диспл здесь, хуман по сути развалился, Айрон очень здорово размекрил тут, мне понравилось в целом, фокус по Архимагу, Архимаг скорее всего сейчас будет покупать, а, ну или Палыч его, Вальч, ну, в принципе можно тут залезать на самом деле, потому что у Хумана нечем отбиваться, по сути, чуть-чуть можно отойти сейчас, так, минус Палыч, и можно убивать Архимага, сейчас через Хекс просто, чпокнуть его и все, да, все правильно, умница, Айрон, молодец, крик на 216, здравствуйте, GG, и так, поздравляем Айрона с первой победой, ну, я бы сказал, достаточно неплохо он сыграл, вот, мне понравилось на самом деле, вдохновил он меня своей игрой, прямо скажу, вот, молодец, я думаю, что, ну, Докульч ему помогал, по ходу игры, но это никак не возбраняется, то есть, в том плане, что, ну, он ему мог посоветовать, как ему строить, что ему строить, вот, так, сейчас, тогда так, так, а где Алинка, Мурка, ну, заходи, так, сейчас товарищ Human Race будет выбирать вторую карту, у нас временная такая пауза, я, наверное, остановлю запись, ну, для того, чтобы минимизировать все издержки, потери по звуку и так далее, по качеству, ну, я practices, ну, Продолжение следует...